Арп Сила заявляют участники открытого турнира по армейскому рукопашному бою на стадионе Локомотив. Велись на нем дети в нескольких возрастных категориях от 6 до 13 лет. Показательные выступления на торжественном открытии турнира по армейскому рукопашному бою задают ритм участникам соревнований. Данилу Магомаеву, который руководит этой частью, точно известно, что такое выдержка. Весчисленные ежедневные тренировки и достижения результата. Он был вторым на чемпионате мира. 7 лет в этом спорте – колоссальный опыт. Есть чем поделиться с младшими. Самое главное – просто верить в себя и никогда не сдаваться. Это самое главное. Каждый день ты должен ходить на тренировки и соблюдать дисциплину, потому что дисциплина – это первый порядок твоих успехов. Поэтому ты должен каждый день ходить на тренировки. В турнире под названием «Арпсила», где арп – армейский рукопашный бой, 252 юных бойца. Возрастные категории от 6-7 лет до 12-13 лет у детей. Дальше еще юноши. Популяризация видов спорта – это основа того, что поставил президент, здорового общества. Но не бывает по-другому. Но первый шаг, который дает возможность прийти ребенку в зал – это, конечно, мама, семья. И мы говорим, что сегодня семейные ценности – это основа построения государства. Поэтому этот вид спорта является базовым для государства нашего. Самбо, дзюдо – это были всегда основополагающие. Армейский рукопашный бой. Это то, что формирует личность. Нам нужны в государстве личности. Что арп действительно сила, знает каждый, кто занимается у Андрея Юндина – заслуженного тренера России. За 30-летнюю карьеру он выпустил больше полутора тысячи бойцов. Причем настоящий тренер заботится не только о физической подготовке учеников. Он направляет их к росту в военной карьере. На таких вот турнирах ребята тренируются, воспитываются. Вот наш турнир. Едут вперед, они идут вперед, и они едут уже подготовлены и к правилам, и в тактике уже вырабатывают. Поэтому считаю, что наши турниры – это дает значительный рост для их дальнейшего развития. Организаторы этого турнира – спортивно-патриотический клуб «Доблесть» и Федерация армейского рукопашного боя «Ростова-на-Дону». И у детей, и у юношей лучшими стали батайчане, ростовчане – вторые. Россия сильная, Россия красивая, самая моя, самая моя, любимая Россия. Роксана Базазян, Юрий Санкин, Первый ростовский. Самая моя, самая моя, народная.